Всем привет! С вами Григорий Крутов, Кирилл Копыльцов и невосхитительная Диана, которая сегодня выступает моделью на плантоскопе, про которую мы, собственно, будем говорить. Мы сейчас проговорим о том, что это за штуковина, не в смысле Диана, в смысле плантоскоп, что он показывает, как им пользоваться и какую ценную информацию вы можете из него извлечь. Значит, первое. Вот там зеркальце вы можете видеть отражение сводов стопы. И мы с вами видим сейчас статическую картинку. То есть то, что происходит с пациентом в тот момент, когда он стоит ровненько на плантоскопе, смотрит вперед перед собой, то, как распределяется вес по телу. Яркость окраски показывает, как много веса принимает стопа. И здесь мы видим, что пятки прокрашены более ярко, чем носки, и это хорошо и правильно, потому что пятки должны принимать на себя больше 54% веса тела, но не больше 60%. Потому что если больше, начнут теряться пальцы, начнут теряться свод. Второй момент, на который мы с вами смотрим, это насколько равномерно прокрашены отпечатки. И здесь мы с вами видим, что пятки прокрашены хорошо, а на линии поперечного свода, вот в этих местах, мы с вами видим, что есть такая определенная пятнистость. Вот такая пятнистость, это показатель наличия внутрикосных изменений, о том, что в движении, в ходьбе кость, у которой есть вот такая пятнистость, она не будет принимать на себя нагрузку и будет пытаться убежать от веса тела. А это значит, что и динамический паттерн, то есть переход нагрузки от пятки к мизинцу, к большому пальцу будет нарушен. Третье, на что мы с вами смотрим, это на своды стопы, потому что сама по себе стопа может быть красивая, а своды могут быть не прорисованы. И наоборот, мы внешне можем с вами видеть стопу, которая имеет страшно растущие кости, но при этом отпечаток будет правильным. И вот посмотрите, что нас должно насторожить. Если мы с вами посмотрим на ноготочки, то мы увидим, что ногтевые пластинки больших пальцев развернуты относительно центральной линии. Вот этот разворот говорит уже нам о том, что есть изменения в распределении нагрузки, и большая часть веса в динамических паттернах уходит на косточки больших пальцев. То есть, статика нарушена, пальцы за землю не цепляются равномерно, начинают разворачиваться, начинает продавливаться внешний край, а в движениях пальцы будут пытаться спрятаться от нагрузки и будет перегружаться суставчик. И из того, что мы с вами можем увидеть со стороны сводов, мы с вами должны разделить ширину стопы на три части. В норме у взрослого человека старше 17 лет ширина внешнего края, который мы видим в виде отпечатка, вот этой зелененькой полосочки, вот этой зелененькой полосочки, она должна занимать одну треть пространства. И здесь чуть-чуть шире, поэтому мы можем говорить о том, что есть плоскостопия первой степени. Это в механическом смысле говорит о том, что нет полноценного включения и нет полноценного баланса между тонусом задней большеберцовой и малоберцовых мышц. И второй признак того же нарушения мы видим с вами, когда мы смотрим на поперечный свод стопы. В норме, вот здесь, в этой поперечной части, должен быть отчетливо прорисованный крючочек, который показывает, что задняя большеберцовая и малоберцовая мышцы под нагрузкой включаются и начинают вот так стягивать стопу, позволяя ей сделаться более объемной. Ну и, собственно, Кирилл, что в статических паттернах, в нарушениях, оно будет как на теле проявляться? Так, ну, смотрите, во-первых, нужно сказать, что существуют три точки опоры основных, которые присутствуют у стопы. Во-первых, это центр пятки. Подходите чуть поближе. Мы должны в норме видеть, как нагрузка распределяется в центре пятки. Если мы замечаем, что нагрузка, ну, то есть там даже цвет, более интенсивный с наружного края или с внутреннего края, это уже говорит о том, что центр нагрузки потерян. И мы можем смело сказать, что там существует внутрикосная дисфункция. Затем нагрузка с пятки распределяется на пятую головку, на головку пятой плюсневой кости, с пятой на первую. И затем уже уходит в первый палец. И, опять же, мы это все можем протестировать как стоя, точно так же и в динамике. Ну, вот, например, вот здесь. Да, то есть, смотрите, существует три фазы шага, опора, перекат и отталкивание.